Пока в тени все еще лежит снег, на солнце кое-где уже проклевывается зеленая трава. Приводить двор в порядок сотрудники ЖКС начали с раннего утра. На субботник вышли более тысячи работников управляющей компанией. Привлечено несколько десятков спецмашин. Убирались в четырех районах Самары. Двор по улице Гагарина преображается на глазах. Детские лесенки и качели играют новыми цветами. С газонов исчезает мусор. Кроме наших сотрудников мы пригласили еще и много жителей. Вчера по тем предложениям, по тем заявкам на инструмент, мы сегодня ждем более 400 человек жителей. Татьяна Самчелеева за день успела побывать на двух субботниках. Прежде чем побежала на уборку в детский сад, внесла вклад в благоустройство своего двора. А вот, посмотрите, мы установили колеса, сделаем из одного колеса солнышко, из другого колеса я планирую сделать и либо жирафа, либо зебру, что получится. Сотрудники управляющей компании ЖКС ловко собирают мусор и листву в пакеты и складывают их в ковш погрузчика. За благоустройство города взялись по полной программе. Убираем от листвы, убираем от веток, убираем от мусора бытового, тот, который вытаил в снегу. Все это собираем в кучу, собираем в мешки и увозим на полигоны. Идет побелка деревьев, идет покраска малых архитектурных форм, идет покраска детского оборудования, скамейки, фасады, бордюрные камни. Вот такая основная работа уже завершающая. Общегородской субботник стал кульминацией большой генеральной уборки. Благоустраивать город сотрудники ЖКС начали в марте. Общая площадь территории, за которую отвечает компания, 4 миллиона квадратных метров. На субботники и средники выходили все работники компании и жители домов. Вместе удалось очистить газоны, привести в порядок фасады более полутора тысяч домов, покрасить около 20 тысяч погонных метров бордюров, побелить стволы пяти тысяч деревьев. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События.